Я на лестнице! Паркур. Дисциплина, которая ни для кого не является чем-то новым. В начале 21 века, благодаря обычному парню Олегу Краснянскому, который отправился во Францию в поисках истоков паркура и его прародителя Давида Белля, паркур появился на улицах наших городов. И вскоре вслед за европейскими трендами, паркур начали показывать в российском кино. Именно этому и будет посвящен сегодняшний ролик. Летом 2004 года команда Tracers во главе с Олегом отправляется во вторую поездку на родину паркура в преград Лис. Результатом этой поездки становится материал, из которого впоследствии был смонтирован документальный фильм «Три границы», победивший в номинации «Лучшее спортивное видео на фестивале экстремальных фильмов». А еще через год, вместе с Андреем Дементьевым, Сергеем Валяевым и другими трейсерами, Олег создает еще один документальный фильм «Правила паркура». Так паркур заработал пик популярности в России, и все больше и больше молодежи заинтересовалась этой дисциплиной. В 2005 году на экраны выходит молодежный фильм «Граффити» с Андреем Новиковым в главных ролях. В начале фильма герой Андрея отправляется в паркур бегства от банды байкеров. А на следующий год в российском сериале «Ментовские войны 3» в одной из серий ребята устроили погоню в стиле 13-го района, и некоторые движения очень даже похожи на элементы из паркура. Но если все эти сцены еще косвенно можно отнести к паркуру, то в 2006 году Руслан Бальцер решает снять фильм именно об этой дисциплине «Дерзкие дни». На главную роль был приглашен Андрей Дементьев. Фильм рассказывает о группе молодых ребят, практикующих паркур и единоборство. Они попадают в разные передряги и с помощью своих навыков выбираются из них. Критиками и зрителями данный фильм был признан не очень высокой оценкой, однако это не исключает факта присутствия паркура в этом фильме. В 2015 году выходит фильм Михаила Мистецкого «Тряпичный союз», который повествует нам о трех парнях-хулиганах, верящих в то, что они смогут изменить весь мир. Со слов авторов, все главных героев утвердили на свои роли сразу, только сначала их всех отправили на мощную физподготовку по паркуру. Оператором паркур-сцен являлся Олег Краснянский, а кое-где главного героя дублировал Александр Байтурин. Но это не первое появление Байта на большом экране. Годом ранее он поучаствовал в проекте Ивана Курского «Газгольдер». Основа сюжета, конечно, не связана с паркуром, но для одной сцены погони был приглашен сам Серил Рафаэй Ли со своей командой каскадеров. Ну и как вы поняли, наши ребята также поучаствовали в съемках этой сцены. Субтитры создавал DimaTorzok Но, наверное, главным применением паркура в российском кинематографе стал фильм Ильиной Шулера «Хардкор». Небезызвестные парни Андрей Дементьев и Сергей Валяев выступили главными экстрим-операторами. В сцене, где герои бегут по крыше арки Пушкинского моста, ребята снимались без какой-либо страховки. Фильм был снят от первого лица с помощью уникальной маски, специально разработанной Сергеем Валяевым и камерой GoPro 3. Субтитры создавал DimaTorzok Казалось бы, последние годы паркур потерял свою популярность в медиа, но не для создателей сериала «Черная лестница», который вышел в 2019 году. По сюжету, полицейский знакомится с парнем-трейсером, Максимом, которого сыграл Алексей Ушаков. Они решают открыть агентство частных расследований, и навыки Максима им в этом помогают. Многие трюки Алексей выполнял самостоятельно, за исключением наиболее травмоопасных. Для них задействовали настоящих трейсеров. Со слов самого Алексея Ушакова, до съемок он не сомневался в своей физической форме, но позже быстро понял, что сравниться в мастерстве с каскадерами он не в состоянии. И напоследок, хотелось бы отметить лучший, на мой взгляд, фильм о паркуре, снятый Олегом Краснянским в 2008 году. Настоящая история. Фильм без единой реплики, который показывает красоту перемещения в городских текстурах и лесном массиве. Эта картина лучше всего передает атмосферу и дух паркура. Если вам известны еще российские фильмы с паркур-эпизодами, пишите об этом в комментариях. Поставьте лайк, если вам понравился данный ролик, и не забудьте подписаться на наш канал. Впереди еще много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok